хорошо как он выглядит сейчас все нормально да наполнена энергиями хорошо вера давай тогда сейчас вызовем куратора и поднимемся вместе к вышему я или у него еще 10 вопросов хорошо и я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашая к нам в комнату диагностики куратора или учителя 1997 года воплощенного на земле один два три инга инга мы приветствуем вас видите как быстро встречаться можно инга илья захотел пообщаться со своим высшим я я хотел спросить у вас не составите ли вы нам компанию чтобы мы вместе поднялись к высшему я и задали эти вопросы как у вас удовольствием состав спасибо за такую честь вот отлично мы так и думали поэтому и пригласили вас хорошо значит тогда на какой уровень мы поднимаемся инга 12 на 12 отлично и вера бери тогда илью инга и я вместе с тобой на счет 3 начинаем подъем на уровень высшего я 1997 года 1 2 3 пошел подъем мы на месте хорошо делаем проверку снимается все маски и голограммы все вокруг представится согласно своему эфирному коду 12 уровень да отлично и мы приглашаем к нам высшее я ильи та женщина взрослая снимается все маски и голограммы мы приветствуем высшее я ильи илья хотел с вами познакомиться и задать 10 вопросов представьтесь пожалуйста каким именем но илья он она меняется она становится энергией такой он пытается подойти к ней а можно с ней а в этом плане нет но нельзя ли я подожди еще рано у тебя еще задача на земле и привет валентина валентина уважаемая валентина мы приветствуем вас меня зовут влад это вера с нами инга куратор ильи и илья выразил намерение и желание пообщаться познакомиться со своим высшим я и задать ему несколько вопросов 10 вопросов если вы не возражаете я рад приветствовать вас на этому уровне это мой родной уровень 12 благодарю вас и отвечу на вопросы которые пришло время ответить хорошо я и правда не уверен все ли вопросы мне не все понятно но я думаю вы знаете что ваша частичка имела в виду когда на этот вопрос задавала я попробую тогда сейчас начать с первого вопроса и так вопрос номер один привет высшая я у меня к тебе много вопросов я тут очень запутался в своих эмоциях и постоянно чувствую долю вины за то где я оказался за эту жизнь в лишениях сегодня я хочу чтобы мы синхронизировались и ты смог все прояснить можешь ли ты открыть мне все что знаешь не утаивая правду словами что не все дозволено знать в кого нам с тобой необходимо знать истину для того чтобы закрыть эту книгу и начать новую если ты закроешь эту книгу ты вернешься ко мне твоя жизнь закончится в этом воплощении абсолютно логично немного добавлю пожалуйста был отправлен на землю получать опыт ты занимайся этим дальше по вопросам благодарю вас первый ряд вопросов когда мы сюда загрузились и с какой целью какие таланты мы привезли принесли принесли в развитие для опыта земли я хочу знать твое имя и как нас зовут и кем мы были в жизни до этой какой у нас код матрицы земли и какой код вселенских вибраций у меня много имен на сегодняшние вибрации зови меня валентина валентина хорошо повторить вопрос код вибрации земли повышается для тебя их должно быть не меньше двадцати семи герц не меньше двадцати семи герц чтобы продолжать выполнять свои задачи что еще я прочитаю все когда мы сюда загрузились и с какой целью какие таланты мы принесли и развивали для опыта земли я хочу знать твое имя это вы назвали уже и кем мы были в этой жизни в жизни до этой а потом он спрашивал за код матрицы вы уже ответили какой у нас код матрицы земли какой код вселенских вибраций вы сказали 27 герц а до этого хотел знать ваше имя это не вселенские вибрации это твои вибрации чтобы выжить на сегодняшней планете земля код он очень длинный у тебя много талантов которые ты еще проявишь но ты сбился с пути эгоизм вышел на первую линию ты зациклен на себе и забываешь жить участвуя в какой-то игре чувства у тебя смешались могли бы вы дать валентина совет ему в этой ситуации совет простой тебе нужно понимать где хорошее а где плохое у тебя все вместе начни с малого раздели это на две части и прими для себя пойми для себя где отрицательное а где положительное в своих постоянных сомнениях ты запутался там был вопрос про прошлую жизнь да там был вопрос один про прошлую жизнь кем мы были в прошлой жизни я хочу узнать секундочку и кем мы были в прошлой жизни до этой его последнее воплощение на земле ну на земле не написал может это было космическое воплощение но последнее он имел ввиду а индия какие года кем он был 1732 чем он занимался религиозный деятель религиозный деятель то есть это хиндуизм мы сейчас об этом говорим да кришна кришна понятно очень интересно выполнил свою программу как у него жизнь прошла сколько он там прожил эгоизм опять эгоизм этот узел он забрал с собой в эту жизнь получается прорабатывает прорабатывает уже вторую жизнь или еще до этого было я объясню в чем заключается эгоизм как и сейчас ты закрывался в каком-то своем мире и не выходил из этого пространства и не видел красоты вокруг и не видел людей с проблемами не видел бедняков детей не сочувствовал никому душевная черствость это называется на нашем языке не отдавал не отдавал не отдавал доброту кроме религии ничего не видел вокруг себя и считал себя святым оу я понимаю валентина мы говорим о вас это частичка вы сейчас совершенно верно да я понимаю это нелегко конечно о себе говорить и это прекрасно это прекрасно благодарю вас это прекрасно потому что я могу объяснить я могу объяснить твою задачу на земле проработать эгоизм закрытость сомнения смешание красок если ты не остановишься ты закончишь так же как и в прошлой жизни закрывшись внутри себя валентина вы еще за иллюзии какие-то говорили за неспособность различать какие-то вещи плохое хорошее плохое хорошее смешалось продолжать я благодарю вас валентина за этот очень развернутый ответ это очень серьезная информация хорошо я перехожу как он здесь пишет второй ряд вопросов итак помнишь начало двадцатого года как я сидел на изоляции в страхе перед огромным количеством невидимых но осязаемых гостей что навещали нас вопросительный знак помнишь сделку по которой я решился отринуть страх сквозь постоянные метания и с повязкой на глазах побежал к призу вопросительный знак мне обещали что у меня есть близнецовая душа я с самого начала был прав что это ира это так я продолжаю почему я все гуляю вокруг да около в чем моя провинность кроме как неспособность отпустить любовь души той что помню вопросительный знак что за обида покинутости из прошлых жизней что я не могу ее отпустить вопросительный знак кто работал над разлучением меня с моим душевным партнером вопросительный знак кто строил манипуляции и игры вопросительный знак прояви мне этого персонажа вопрос персонаж перед тобой строитель своей судьбы благодарю вас очень красиво вы ответили то есть он с вами общался все это время да валентина нет он сам строил свою судьбу а сам строил судьбу но ищет виновных а что за близнецовая душа что здесь он имел ввиду иру он какую-то употребляет упоминает прав ли он что это ира это так мне пообещали что у меня есть близнецовая душа и с самого начала был прав что это ира я не знаю кто пообещал вы знаете валентина мы уже чистили и первый раз у него там сидели конкретные такие серьезные интерференты которые мы такой такие вещи показывали голограммы и так далее может быть он это имеет ввиду может он у него смешалось все сейчас ты полностью ответственно за то что с тобой происходит в матрице земли я расскажу немного про близнецовую душу близнецовая душа это душа еще одна часть меня которая проходит опыт это и есть близнецовая душа все так же как близнецовые дети от одной матери у тебя не было близнецовой души ты единственная моя часть проходящая свой опыт на планете земля этот отрезок времени мы знаем что душа может находиться в нескольких разных местах и получать опыт как на земле так и на других планетах в связи с этим если вы закончили я хотел задать один вопрос Валентина там было много вопросов там было много хорошо да да давайте ну вот так вот он излагает мысли обычно человек пишет вопрос номер один номер два а он пишет ряд рядами вопросов вопросов получилось не десять а сорок мы с этим решили насчет помнишь начало двадцатого года как я сидел на изоляции в страхе перед огромным количеством невидимых но осязаемых гостей что нас навещали помнишь сделку по которой я решился отринуть свой страх и постоянные метания с повязкой на глазах и побежал к призу по этому поводу вы хотите что-то добавить я помню в чем вопрос хорошо я просто дальше читаю насчет Иры мы прочитали потом почему я все гуляю вокруг да около в чем моя провинность кроме как неспособность отпустить любовь души той что помню что за обида покинутости из прошлых жизней что не могу отпустить это память души когда ты когда ты когда ты пережил огромное чувство потери оно страхом переносится я хочу объяснить по поводу любви на сегодняшний день не все умеют любить твоя душа знает это чувство и если ты найдешь мир покой в себе у тебя будет возможность пережить это твоей земной жизни но только ты можешь помочь себе на земле потому что ты сам строишь свою судьбу каждый день каждую секунду вы еще хотите добавить что-то нет по поводу душевных переживаний это понятно да насчет душевных переживаний он спросил а я спросил из какой жизни они могли впитаться импригнироваться в него что он до сих пор это ощущает на это же не в Индии было не в последнем воплощении когда он кришной служил он помнит где это было отлично хорошо оставим этот вопрос и последний вопрос вы тогда уже ответили кто работал на разлучение меня с моим душевным партнером кто строил манипуляции и игры прояви мне этого персонажа много всего ты натворил но ты же можешь это и распутать хорошо благодарю вы закончили да хорошо я перехожу туда к третьему ряду вопросов всего их четыре как так получилось что раньше были великими и победоносными а сейчас замираем от любого конфликта дабы не вступать в сам конфликт я буду по частям читать это первая часть это мудрость и взросление благодарю вас я продолжаю пожалуйста почему несколько жизней моих предков сейчас вокруг меня плачут и молют о правильном выборе а я не знаю что выбрать ты прекрасно знаешь что выбрать он продолжает почему их сдавали в психушки казнили предавали и линчевали а они терпели в чем была завязка что они терпели и почему мне нужно все это терпеть как избавить свой род из себя от цикла вечных отречений от себя это конец вопроса начать мыслить позитивно наперекор всему перестать воевать начать строить я бы хотела напомнить твой учитель архангел Михаил тебя сильная защита и мощная энергия тебе дается возможность выбрать позитив и свет пока у тебя все намешано абстрагируйся от вопросов про свой род просто начни с себя это нелегко но это то что укрепит тебя и поведет правильным путем я закончу благодарю вас уважаемый Валентина перехожу к четвертому ряду кто мой отец кто проклял меня в феврале правда ли что моя мать заключила сделку с кем-то 18 лет и эти темные силы отравили меня еще как плод что за болезнь такая внутри меня мне 23 земных года а мозг уже весь выеден как лиса выедает желток я хочу намерен и буду идти в направлении своих мечтаний но что за сила толкает меня из стороны в сторону и мешает понять какое направление истина мне есть ли временные линии откуда меня стоит еще вытащить после посланий в мае в кавычках исцели поменяй свой источник мы работали над исправлением кода души и кода боли у нас получилось или мы все вопрос у нас получилось или мы все еще питаемся болью как изменить я прошу прощения но илья задает очень такие вопросы абстрактные возможно это вы только можете их понять потому что для меня здесь многие вещи не совсем уважаемая валентина понятные мне повторить вопрос если ты начнешь читать по вопросам я буду отвечать благодарю вас он так написал вот это его один вопрос представляете кто мой отец первый вопрос абсолютно кто проклял меня в феврале я прошу прощения но мы никакого проклятия не нашли потому что мы проверяли его откуда он это взял мне не всем понятно ну такой вопрос все взаимосвязано смотря что ты называешь проклятием не надо искать того чего нет опять вернусь начни себя начни мыслить позитивно откинь все сомнения откинь откинь негатив еще раз повторюсь повернись и посмотри вокруг себя я бы хотела обратить внимание на планету земля пожалуйста валентина я бы хотела обратить внимание на то что ты потерял красоту начни с малого красота жизни она вокруг тебя напитайся этим позитивом тогда не будет проклятий тогда не будет негативных мыслей постоянное ожидание постоянного нападения нет нападения если мир внутри тебя продолжай благодарю вас правда ли что моя мать заключила с кем-то сделку 18 лет и эти темные силы отравили меня еще как плод и что это за болезнь такая внутри меня нет неправда благодарю вас а насчет что там за болезнь внутри меня это тоже неправда да или он понимает под болезнью что-то другое тем где много темного намешано понятно теперь благодарю вас валентина ты не можешь разобрать ты не можешь разобрать правильно и неправильно в этом ты запутался и смешал все есть какие-то силы которые его толкают из стороны в сторону и мешают ему понять его направление истинное направление за эти годы за эти годы ты намешал столько что ты материализовал разные силы вокруг себя воюжись чтобы исправить это я еще раз говорю начни с малого начни радоваться мелочам и посели мир и позитив у себя внутри тогда ты сможешь строить свою жизнь правильно пока ты только борешься и воюешь разрушаешь этим ты разрушаешь свой организм физическое тело все закончится когда ты начнешь это и начнешь строить по маленькой позитивной мысли разовьются светлые энергии внутри тебя ты начнешь принимать правильные решения и тогда твоя жизнь начнет двигаться в правильном направлении продолжай благодарю вас здесь он дальше продолжал есть ли временные линии откуда его еще стоит вытащить нет самый последний в этом блоке вопрос после посланий в мае какие-то послания получил исцели поменяй свой источник мы работали я не знаю кто такие мы он о себе вообще-то должен говорить над исправлением кода души может он вас вместе имел ввиду мы работали над исправлением кода души и кода боли у нас получилось или мы все еще питаемся болью и как это изменить питаешься болью раз ты говоришь про нее цель не достигнута маленький зачаток посажен если вы закончили тут остался самый последний короткий вопрос пожалуйста у меня есть партнерша у меня есть партнерша для жизни в этой жизни обязательно обязательно есть когда ты достигнешь определенных высот внутренних и понимания себя ты сможешь любить искренне без боли придет партнерша благодарю вас уважаемая Валентина у нас вопросов больше нет если вы хотите сейчас что-то лично надо добавить или сказать Илье может какое-то пожелание это был бы самый лучший момент я бы хотела зарядить его своими энергиями пожалуйста он хотел объединиться с высшим я и вот этот момент когда высший я к нему прикасается замечательно этот заряд поможет тебе настроиться на свет и позитив Благодарю вас Валентина Меньше простраивай код больше думай о свете добре и любви Закончили Благодарю Валентина такой вопрос сейчас действительно вы 100% высшее я и тонкая копия которая на земле вы сейчас 100% правильно? Правильно А вот скажите какой процент занимает я понимаю это разные цифры но чисто для ориентации какой процент занимает копия или какой процент занимает высшее я из этих 100? Это зависит от души но если душа одно воплощение ааа понял то есть от опыта души или как получается? или от задачи? от опыта души от продолжительности жизни на земле от энергии то есть там много факторов много понятно просто противоречивые утверждения идут кто говорит что это 25% кто говорит что это 75% живет на земле поэтому я задал этот вопрос и понял что здесь играет очень много факторов и никто не может сказать какой процент точно потому что он всегда варьируется в зависимости от этих причин которых вы только что назвали нет определенной шкалы благодарю вас Валентина у нас есть очень есть душа есть душа и особенность понял и я еще хотел сказать у нас есть очень добрая традиция мы всегда всем нашим кураторам учителям высшим я когда мы с ними встречаемся делаем приятно мы хотим сделать вам подарок может вам что-то хочется со времен земли может у вас есть какие-то особые желания может какая-то мыслеформа какая-нибудь чистая вода или фрукты или что угодно мы это можем для вас сейчас здесь на месте материализовать и хотим вам этот сделать подарок есть ли у вас такое желание уважаемая Валентина прекрасная традиция но я бы хотела добавить пожалуйста цифры да вы люди ищите какие-то шкалы приравнивая чувства к цифрам так же как Илья моя часть на земле ищет код души и код матрицы ищет вибрации матрицы я понял это вы забываете про чувства вы забываете про саму душу есть молодые души есть развитые осознанные и здесь нет определенной шкалы есть опыт души это самое главное а не цифры я вам больше еще добавлю Валентина еще здесь такие дискуссии идут по уровням с какого уровня пришла душа какой уровень высокий есть люди которые родились там на пришли с 22 уровня они себя чуть ли не полубогами чувствуют на земле как же я посмотри я уже почти вот я тоже касается да это тоже самое наверное да это тоже самое все таки мы люди примитивные в очень многих вещах не те ценности у нас Валентина хорошо Валентина вернемся к нашей к предложению к нашему предложению пожелайте себе что-нибудь мы хотим вам очень сделать большое подарок лебеди пара лебеди с парой должны быть да лебеди мыслеформа мыслеформа или настоящая с озером или как вы хотите мыслеформа отлично Верочка давай сейчас представь себе самое красивое озеро которое есть по бокам зелень и великолепная пара лебедей с маленькими лебедятами вся семья один два три солнышко светит все цветет лето и я бы хотела подарить эту мыслеформу Илья пожалуйста это то с чего тебе нужно начать ты должен понимать что в этой маленькой картинке только позитива мира любви света и гармонии не я бы хотела напомнить тебе что это вокруг тебя на сегодняшний день ты должен наслаждаться этим в первую очередь и отсюда строить свое свое воображение что вокруг тебя были только светлые мысли соответственно светлые силы я рядом у тебя прекрасный учитель и куратор твоя душа под защитой благодарю что ты сегодня здесь благодарим вас Валентина Верочке в твоих руках появляется наша традиционная большая корзина самыми вкусными ягодами на земле один два три и передай это пожалуйста сейчас Валентине от нас всех знак благодарности хоть что-то мы ей оставим на память обязательно очень приятно Валентина вот это состояние о котором вы говорили в лебедях у меня учитель архангел он это называл состоянием умиротворенности он у него есть молитва где он говорит научи меня видеть эти прекрасные мелочи которые меня окружают научи меня им радоваться да научи меня радоваться этим мелочам видеть как течет вода как цветы цветут именно такие маленькие вещи которые нас окружают а мы мимо них проходим и полны своими проблемами самое страшное что приходя на землю вы умеете это делать но пока вы растете вы становитесь злобными и там есть такие слова научи меня как ребенка радоваться всем этим вещам в этой молитве архангелу ханилу мне тоже нечего добавить Валентина я сердечно благодарю вас за это очень интересное интервью этот разговор я больше чем уверен что вы сегодня открыли для Ильи новую страницу или вообще новую книгу и пока там белые листы но ручка у него есть он может начать писать свою белую книгу забыв все что он до этого что его тормозило многие мои ответы он хотел бы услышать по-другому я вижу это вы это он ничего зато это правда Валентина и поэтому я если Илья хочет прийти к осознанию проработать свои прошлые ошибки получить какую-то осознанность он должен меня услышать благодарю вас Валентина если вы закончили я закончила тогда пришло время нам прощаться мы очень рады были здесь мы очень рады присутствовать и общаться с вами благодарю вас за эти замечательные ответы за этот глубокий смысл и мне все понравилось то что вы говорили я все понял я не все вопросы правда понял но я понял ваши ответы вот и я просто желаю Илье наконец чтобы он прислушался теперь и установил диалог со своим высшим я и со своим куратором Ингой он никогда не один его постоянно поддерживают он должен просто эту поддержку чувствовать и приложить со своей стороны усилия но в правильном направлении изменить свое отношение к миру может поменять взгляды он разберется он разберется он разберется хорошо благодарю вас тогда мы будем прощаться всего доброго Валентина я не прощаюсь вы не прощаете с ним конечно мы прощаемся с вами желаем вам благодарность примите мою благодарность принимаем вашу благодарность и посылаем вам нашу искреннюю благодарность примите ее тоже пожалуйста хорошо Верочка рассинхронизируйся на счет 3 1 2 3 и бери Илью и вместе с Ингой мы возвращаемся в нашу комнату диагностики на счет 3 1 2 3 полетели мы на месте хорошо Инга как вам эта сегодняшняя встреча по-моему замечательно было прекрасная встреча да Илья сегодня сдвинулся на большое так сказать ему высшее я очень хорошие такие советы дала и я очень надеюсь что теперь его у него начнется новое какой-то отрезок времени более приятный более позитивный Инга примите пожалуйста от нас нашу корзиночку традиционную с нашими фруктами Верочка 1 2 3 передай пожалуйста Инге знак благодарности я принимаю благодарю вас и мы благодарим Ингу остаемся тогда на связи я надеюсь вы со своим подопечным теперь на связи уже будете если он мы на связи отлично хорошо тогда я прощаюсь с вами если вы закончили благодарю вас еще раз и мы вас благодарим будем возвращать Илью сейчас Верочка ты готова да и для усвоения энергии возвращаем тонкую копию Ильи в систему биоробот душа заводим подключаем его каждой клеточке каждой извилинке мозга проходит полная синхронизация между физическим телом и энергетическими тонкими телами готов и отключаясь от объекта и перемещаясь в свою комнату диагностики я на месте и и и и и и и